Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! Сегодня представляю вам видеоотзыв и обзор книги Александра Силаева «Этика без дураков». Чуть ранее я делал отзыв и обзор другой его книги «Философия без дураков». Отзыв можно посмотреть, кликнув по ссылке в описании или в подсказках. О чем «Этика без дураков»? «Этика без дураков» продолжает рассуждения, которые начались в «Философии без дураков», но углубляет и направляет их в несколько иное русло. Автор продолжает задавать самому себе и читателю вопросы. Такого количества вопросов, которые автор задает самому себе и читателю, я не встречал, наверное, ни в одной из предыдущих мной прочитанных книг. Однако в предыдущем отзыве на книгу «Философия без дураков» я не стал затрагивать одну очень важную тему, решив подождать выхода «Этики без дураков». Потому что на момент выхода «Философия без дураков» эта книга «Этика» была уже анонсирована. Я решил оставить эти рассуждения до того, как прочитаю эту книгу. И прочитав «Этику без дураков», я увидел, что да, эти рассуждения имеют хороший шанс стать хорошим обзором для этой книги. Есть теория обучения Бейтсона. И она состоит из пяти уровней. Пять уровней обучения по Бейтсону. Слово «обучение» несомненно указывает на изменение некоторого рода. Однако какого рода это изменение – это вопрос деликатный. Нулевое обучение характеризуется специфичностью отклика, не подлежащего исправлению, будь он хоть правильным, хоть ошибочным. Объект выказывает минимальные изменения своего отклика при повторяющемся типе сенсорного воздействия. Обучение 1 есть изменение специфичности отклика благодаря исправлению ошибок внутри выбора данного набора альтернатив. Обучение 2 есть изменение в процессе обучения 1, то есть корректирующее изменение набора альтернатив, из которых делается выбор. Либо это есть изменение разбиения последовательности опыта. Обучение 3 есть изменение в процессе обучения 2, то есть корректирующее изменение в системе наборов альтернатив, из которых делается выбор. Для некоторых людей и некоторых млекопитающих этот уровень требований может оказаться патогенным. Обучением 4 будет изменение обучения 3, но кажется, что оно не встречается ни у каких взрослых земных организмов. Однако эволюционный процесс создал организмы онтогенез, которых выводит их на уровень обучения 3. Комбинация филогенеза и онтогенеза фактически достигает уровня обучения 4. Филогенез это процесс исторического развития живой природы и отдельных групп составляющих ее организмов. Онтогенез процесс индивидуального развития особи от момента образования зиготы до конца жизни организма. Вот как раз книга «Этика без дураков», она подводит, она закрепляет обучение 2, то есть способность выбирать контекст, в котором мы отвечаем на тот или иной стимул. То есть мы понимаем не только стимул, но и в каком контексте он был получен. И отвечаем реакции в соответствии с этим контекстом. Книга «Этика без дураков» она является компиляцией скорее трудов предыдущих авторов. То есть если вы не читали Конрада Лоренца «Книгу агрессии», если вы не читали Ричарда Докинза «Эгоистичный ген», если вы не читали Дэвида Дойча «Структура реальности» и мыслителей Канта, Маммардашвили, Киркегара и других, то вы можете, прочитав эту книгу, вобрать в себя самые лучшие практики из этих предыдущих мыслителей, мыслителей предыдущих веков. А заканчивается эта книга, я сейчас сначала скажу, чем она заканчивается, а потом кратко еще пройдемся по каждой главе. Эта книга подводит, в конце сам автор подводит к таким вопросам «А что есть человек?» И он приводит такой пример. Вот до конца 19 века у нас не было электрических хранилищ информации. Они начинают появляться. Вначале хранили на проволоке, записывали звук, допустим. Потом появились виниловые пластинки, потом появились компакт-кассеты, компакт-диски. Сейчас это все хранится на SSD-носителях и где-то в облаке, на облачных серверах. И вот автор спрашивает, а если мы возьмем нашу память и запишем ее на такое облачное хранилище, эта память все еще будет нашей? Или это уже будет не наша память? И здесь автор затрагивает темы, которые когда-то еще 60 лет назад затрагивал Маршал Маклюин в книге «Понимание медиа». Книга «Понимание медиа» — это книга о том, как между двумя людьми, между людьми и организациями встает дополнительный посредник. Медиа в переводе с английского, одно из переводов этого слова — это посредник. То есть между нами встают телефоны, интернет, облачные хранилища, какие-то ручные... То есть если раньше медиа были — это бумага, ручка, или, допустим, папируста, которые человек записывал, какие-то послания, чтобы передать кому-то, то сейчас эти количество медиа сильно увеличилось. И пока еще недостаточно понимания этих медиа. И автор, Маршал Маклюин, он жил... Он уже давно умер. И его вот эта работа «Понимание медиа» была закончена, была и была издана в 1964 году, когда был только телефон, было радио, телеграф, телетайп, телевидение. И уже тогда он, анализируя вот эту электрическую эпоху, он понял, понял, что все не так просто. Что человеческий мозг, человеческие функции могут быть отданы этим посредникам. И в какой-то момент эти посредники, эти двойники цифровые, то, о чем сейчас подробно говорится по многим каналам, допустим, телевизора — цифровые двойники, закон о цифровых двойниках и так далее. Кто они такие будут? Я не думаю, что сейчас найдется хотя бы десяток человек, которые понимают эту тему очень хорошо во всем мире. И возвращаясь к книге «Этика без дураков», пройдем по некоторым главам. Автор говорит о счастье и ценностной матрице. То есть, и он предлагает счастье чем-то измерить. И он вводит такое понятие, как гидон. То есть, гидон, гидонизм — это радость, счастье. Оценивать счастье в гидонах. И эти гидоны он предлагает идти не только в положительную сторону, но и в отрицательную сторону. То есть, бывает не только положительные гидоны, то есть, радость, но и отрицательные гидоны, то есть, несчастье. И он приводит такой пример. А что если все ваши несчастливые моменты проживет кто-то другой? Какой-то двойник проживет за вас несчастливые моменты. Сколько вы за это заплатите? Реальных денег. А что если, наоборот, все счастливые моменты проживет кто-то другой, двойник, не вы? То сколько вы готовы заплатить за то, чтобы прожить это самим? Вот это и будет эквивалент гидонов. Далее автор переходит к таким вопросам, как случайность. Он уже затрагивал эти вопросы в двух своих предыдущих книгах. Это в «Философии без дураков» и в «Деньги без дураков». Ссылку на обзор «Деньги без дураков» я оставлю в описании, потому что эту книгу я делал обзор внутри одного большого обзора, книга по финансам и экономике, которую я прочитал в предыдущем десятилетии. Но по ссылке вы можете попасть прямо на тот момент, я оставлю прямо с тайм-кодом ссылку, где начинается обзор книги «Деньги без дураков». И автор продолжает эти рассуждения в новой книге. Рассуждения о том, что такое случайность. И что случайность, она довольно много значит в жизни. И он приводит такой пример, как «Квиддич». Это игра из «Гарри Поттера». Игра из «Гарри Поттера», суть ее в следующем. Участники садятся на метла и пытаются забросить мяч в корзину. Каждый гол, каждый мяч в корзине – это 10 очков. Но два игрока гоняются не за мячом, а за специальным «Квиддичем». Это такая летающая муха, ну или летающий паук, или что-то такое летающее, которое убегает. Но та команда, которая поймает «Квиддич», она получает сразу 150 очков. То есть есть два варианта проведения игры. Можно всех участников, которые забрасывают мяч, просто посадить на скамейку запасных и оставить только тех двух, которые ловят «Квиддич». Либо можно продолжать играть и забрасывать мяч, но тогда нужно настолько быть упорными, чтобы забросить, чтобы одна из команд забросила больше 150 очков. 160, например. 160, чтобы получить какой-то малюсенький шанс, что если другая команда поймает «Квиддич», у них будет 150, ей не проиграть. И потом он переводит, автор переводит вот этот пример на реальную жизнь. Когда нам дают, из самого раннего детства рассказывают, что надо учиться, надо ходить в школу, учить математику, физику, русский, иностранные языки и так далее. То есть приобретать какую-то профессию, чтобы потом получить какую-то среднюю по рынку зарплату, не знаю, 40, 50, 60 тысяч рублей в месяц, как сейчас в России, на конец 2020 года. Или сделать свой бизнес. И если повезет, и «Квиддич» — это именно проведение. Если повезет, то зарабатывать миллион 5-10 миллионов в год, а если очень повезет, то и в месяц. То есть он предлагает рассматривать и такой вариант, автор. И далее автор переходит о том, что он разбирает более подробно такие понятия, как альтруизм, эгоизм, что такое правильная этика, и что такое любовь и ненависть. И при этом он утверждает, что… Я разберу только один пример. Это про правильную этику. Почему он говорит, что правильная этика негативна? Опять же, почему? Ответ будет дан словами автора. Что такое негативная этика? Это по мнению автора. Это вы можете делать что угодно, кроме одного. Уменьшать чужую полезность. А если уменьшаете, то должны компенсировать. Это единственное правило негативной этики. Правило позитивной этики — это… он ее рассматривали с точки зрения традиции. Я не буду здесь углубляться сейчас в анализ остальных, альтруизма, эгоизма, любви и так далее. Возьмите книгу и прочитайте об этом сами. А сейчас это была часть позитивного отзыва. Я добавлю немного критики. Потому что есть тема, которой я занимался в первой половине десятых годов. Это тема здоровья, тема питания, тема поддержания стабильного веса на том уровне, на котором мне нужно. Сейчас, конечно, я немного отошел от этого, что сказывается на моем внешнем виде. Я немножко поправился и здоровье. И он говорит, что… Сейчас я открою эту главу. Называется «Глава включи обратную связь». Он здесь рассказывает о том, как он худел, автор. Что у него был как раз конец 2014 года, когда я уже практически отошел от… Стал меньше уделять внимание своему здоровью, своему питанию. Но все равно какие-то, скажем так, остаточные знания я применяю. И сделал это, скажем так, ежедневной практикой. Что, собственно, и требуется нам от каких-то теорий, технологий и так далее. Взять то, что полезно, выкинуть то, что не полезно, а то, что полезно, максимизировать. Итак, автор пишет, что в конце 2014 года у него было 113 кг веса при росте 188 см. И он купил весы, чтобы каждый день контролировать свой вес. И он начал думать о том, как ему похудеть. И он говорит о том, что можно заменить прием пищи одной шоколадкой. Я утверждаю, что нельзя. Потому что шоколадка – это углеводы. Быстрые углеводы, которые очень сильно негативно влияют на мозг. И он утверждает, что один прием пищи – это 1500 ккал. Она будет 1500 ккал только в том случае, если мы едим торты. Или пирожные, или кексы, или что-то такое мучное. Но если мы питаемся, скажем так, мы берем гречку, мы берем котлету, мы берем стейк, какое-то мясо, рыбы. То 1500 ккал не будет в этом одном приеме пищи. При таком питании 1500 ккал будет только за целый день питания. Почему? Потому что я вам сейчас расскажу о методе расчета килокалорий, который предлагался доктором Барменталем еще в конце нулевых годов. О котором я узнал, можно сказать, что случайно. И этот способ подсчета поставил, скажем так, мозги на место в плане питания и в плане подсчета калорий. В чем он заключается? В том, что, во-первых, важно считать килокалории в готовом блюде, а не в полуфабрикатах. То есть, если мы берем, допустим, гречку, рис, макароны, что еще, перловую кашу и так далее, крупы, то мы их варим. Мы не едим крупы в сыром твердом виде. Когда мы варим эти крупы, то крупам мы добавляем воду. В зависимости от крупы. Допустим, рис и гречка это 1 к 2,5-1 к 3. То есть, 1 часть крупы и 3 части воды. К перловке это чаще 1 к 3, 1 к 3,5. То есть, 1 часть крупы и 3,5 части воды. Макароны 1 к 2, 1 к 2,5 в зависимости от сорта муки, из которой сделаны макароны. И когда мы смотрим на пачку и видим там написано 300 килокалорий в 100 граммах, 300 килокалорий в сыром продукте, не в готовом. А если мы разбавляем это водой при варке, то эта вода впитывается в продукт и количество калорий пропорционально уменьшается. С 300 до 100, 150. Именно эти килокалории мы учитываем при расчетах. Кроме этого, мы учитываем белки, жиры и углеводы, которые туда входят. Прежде всего жиры и углеводы. Потому что жиры бывают ненасыщенные, полиненасыщенные жиры и полинасыщенные жиры. Полиненасыщенные жиры полезны, полиненасыщенные не полезны. Далее, углеводы, быстрые углеводы и медленные углеводы. Медленные углеводы это те, которые медленно отдают свою энергию при разложении внутри организма. Быстрые углеводы это те, которые быстро отдают энергию и человек снова хочет есть. Вот как раз быстрые углеводы, они негативно влияют на мозг. И здесь, скажем так, в этом отзыве на эту книгу, я критикую этого автора за его методику похудения, потому что сам практиковал какую методику. Опять же, я еще раз повторю, что я отошел от этой методики. Сейчас я ем 3 раза в день, а не 5, как я ел 10 лет назад, 5 раз в день маленькими порциями. То есть, с утра белковый завтрак, то есть, это какой-то омлет с зеленью. Плюс чай с... вот единственное, когда я позволял себе съесть быстрый углевод, это было утром. Чай с, допустим, пастилой, зефиром, печенюшкой. В обед на перекус я брал с собой маленькую котлету с хлебцом и на обед суп, каша и котлета без, скажем так, напитков и так далее. То есть, я старался питаться раз в 2-2,5 часа, но для этого требовала сильная подготовка. То есть, один день в неделю я тратил на приготовление еды, ну, обычно это было воскресенье. И в середине недели я, допустим, у меня к концу, к вечеру среды заканчивалась еда. Я готовил еще на 2 дня, на 2 дня, на пятницу и на четверг и на пятницу, чтобы с собой на работу взять эту еду. Доготавливал себе часть этой еды. И таким образом я похудел. А, и плюс, кроме этого, я пил много воды. И зачастую получалось так, что перекусы, вот эти вот, скажем так, 2-й и 4-й прием пищи, его можно было сократить, не употреблять, допустим, как я говорил, котлетку небольшую, да, а ограничиться только вода и хлебцы. Обычные хрустящие хлебцы, допустим, с солью или хрустящие хлебцы столовые и так далее. То есть, вот такие. Хрустящие хлебцы продукт экструзионной технологии, а не выпечка. Это важная оговорка. И таким образом я скинул за год, я скинул 4 килограмма, но мне нужно было скинуть 77 до 73. Я за год скинул 4 килограмма. Плюс у меня уменьшился объем живота, что важно было для меня тогда. И я стал себя лучше чувствовать, у меня появилась больше энергии. Это такой довольно-таки длинный обзор получился на книгу «Этик и без дураков». Я вам рекомендую ее приобрести. Ссылку я оставлю в описании к этому видео на магазины, где можно покупать эту книгу. И благодарю вас за внимание. Смотрите другие мои обзоры. Предыдущие обзоры я положу две плашки сюда и сюда. Я думаю, что они тоже будут вам интересны. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.